у меня много стихов некоторые я записываю забываю так я не буду что это опять скажет мама так ладно вообще наверное я так думаю что у меня грустных стихов гораздо больше чем весел не знаю хорошо это или плохо но так я вообще не люблю грустить я такой оптимист по жизни боец пробивной так а наверное я вот думаю я на так много вообще смеющиху хочу настроение в семье создаю что наверное но человек не может ожидать так все время в таком состоянии находиться поэтому на стихии это моя как-то моя это отдушина наверное да я немножечко тут в общем-то наверное отдыхаю так где-то я такую интересную статью нашла и что-то я не могу ее никак в общем куда-то она у меня как на как на зло что ли вообще куда она у меня дело сейчас я ее листаю листа 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 наверное надо вести тетрадь в общем я жду что мне придет классный ежедневник большой толстый потому что я не умещаюсь в обычные эти все тетради мне это неудобно ну господи ну куда же это делаешь солнышко челнышко лесно милая моя солнышко лесное где в каких краях встретимся с тобою не утешайте меня мне слова не нужны мне подыскать тот ручей у янтарной сосны где сквозь туман там проснеет кусочек огня там огня ожидает представьте меня милая моя солнышко лесное где в каких краях встретишься со мною милая моя солнышко лесное где в каких краях встретимся с тобою крылья 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 расправил искатель разлук самолет милая моя солнышко лесное где в каких краях встретишься со мною милая моя солнышко лесное где в каких краях встретимся с тобою милая моя солнышко лесное милая моя солнышко лесное где в каких краях встретимся с тобою милая моя солнышко лесное где в каких краях встретимся с тобою раз я не нашла статью я вам спела ребят значит эту песню я на гитаре пела когда еще помоложе было ну я играла и пела значит у меня так получилось что когда я пошла к учительнице моей по гитаре кстати у меня моя учительница она умерла ее больше нет я прям ее когда вспоминаю мне прям рыдать хочется она была таким вообще классным учителем а главное что она никогда да черт ни на кого не давил сейчас успокоить скажу я когда пришла ну это я не музыкальной школе учился садуль пионеров я когда пришла на мне ну что дала сыграть у меня не получалось не получалось мне сыграть эту дурацкую высадуль в огороде я как сейчас помню она мне взяла почему-то дала играть верхнюю строчку я так разозлилась думаю ну вообще причем я уже была ну девочка постарше сколько мне было 12 лет я дядю говорю я что-то ничего не понимаю я понимаю что я играю у меня не получается высадуль в огороде я слышу я же не идиотка я говорю в общем ну он мне показал как надо играть значит слава богу слава богу что в этот день он приехал домой к нам да потому что он не каждый день после работы приезжал а тут он приехал показал в общем все и я пришла на следующий день говорю на следующий день а я пришла там через три дня говорю вот она как-то так быстро я говорю а чего вы мне дали-то верхнюю строчку ну что я девочка что-ли маленькая я же понимаю что я играю но она так на меня долго смотрела присматривалась присматривался потом говорит мне дам я тебе песню как песню я уж петь не умею какую песню во что я петь я не умею нет я пришла и говорит на гитаре играть Она говорит, нет-нет-нет, нет-нет. Она такая была женщина, удивительная. Она была очень высокого роста. У неё были такие тонкие руки. Но она была высокого роста. Она была ростом почти метр девяносто с чем-то. То есть вышли меня даже. Мне казалось, она такая красивая. У неё был такой носик тонкий, такие тонкие руки, длинные такие пальцы. Музыканты бывают, конечно, с такими длинными пальцами. Она когда играла, она прям вместе с этой гитарой, когда её брала, она прям... Я даже не знаю, как объяснить. Она прям с ней вместе как будто сливалась. Она прям ей дышала. Вот прям, знаете, как она дышала с этой гитарой. Мне казалось, она такая прям... Она такой... Она красотой, в общем-то, и не обладала. Какой-то такой прям женской красотой. Но когда она садилась, брала гитару, И вот это вот было, это было какое-то прям волшебство. И она как-то так аккуратно умела объяснить, у неё было такое терпение. Очень редко такие учителя попадаются, потому что именно вот с таким терпением она никогда себе не позволяла взрываться, никогда. То есть у неё не было вот этого вот порыва там, ты что, меня не понимаешь, или что-то вот это такое, вообще я такого не помню. Вот все, кто её знает, все, кого она учила, она себя так ни с кем никогда не вела. Она была всегда спокойна, она всегда говорила, надо объяснить, надо просто объяснить человеку. Да, потрясающая была женщина. В общем, ну она в аварию попала, умерла. Я узнала об этом не сразу, потому что я уже замуж вышла, и в общем-то я замуж вышла. Она всегда говорила, Зоечка, не надо бросать, не надо бросать играть, у тебя так хорошо всё получается. Гитара – это для души, гитара – это для себя. В общем-то она была права. И мы очень долго, когда, в общем-то, ну все разлетелись, понятно, по своим там кустам, она нас долго собирала, почти каждые полгода, и мы приходили, какие-то новые песни играли, менялись песнями друг с другом. Потому что она нас всех заточила, в общем-то, именно на бардовскую песню, ну не на бардовскую песню, а кто-то бардовские песни пел. У нас были разные девочки и разные мальчики. Значит, мальчики и девочки поинтеллигентнее получали всегда обычно что-то более из классики. А девочки такие более такие, ну не то чтобы, ну я бы так сказала, может быть, менее женственные девочки, да, такие более групповатые, они получали всегда какую-то бардовскую, такую песню красивую, может быть, так чуть погрубее, даже, может быть, даже мужскую. Ну как-то так вот, и им это шло. Вот она умела подбирать человеку песню. Вот. Честно, я не знала, что я как бы, ну петь умею. Ну думаю, ну ладно, ну там что-то я там пою, там что-то клапаю, там все подумают. Вот. А тут она, в общем, удивительна. Она мало того, что меня заставила, ну понятно, она научила, там заставила меня играть. Играла, значит, первую я песню, это был концерт, я играла, отговорила «Роща золотая». Причём она, когда меня увидела, она говорила, я знаю, 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 что я тебе дам, я знаю, что тебе дам, да, 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 прям это твоё, это твоё. Я, кстати, когда она мне её дала, я ни чуточки не смутилась, потому что другая бы сказала, боже мой, что вы мне даёте, это же какое-то старьё. Ну, представляете, отговорила «Роща золотая». Это песня немолодой девушки, да, это песня немолодой девушки, это песня уже прожившая долгие-долгие годы, в общем-то, человека. А тут я такая, здрасте, приехали, здрасте, такая, дурочка на тонких ножках, с зелёными гладками и длинными ресничками, вот. Ну, как-то так, не знаю, в общем, родители были в восторге, а перед самым-самым концертом она мне такая говорит, «Ну, мы петь-то будем с микрофоном». «Как с микрофоном?» «Ну, так». «Ты всего лишь два разика потренируешься, два разика, два раза, больше не надо, два разика». «Первый разик-то я, когда микрофон в руки взяла, я думала, я вообще умру, потому что мой голос показался мне вообще не моим голосом». Но я как-то быстро сообразила, что как-то этот голос надо как-то немножко по-другому сделать. Причём она мне говорила, «Не слушай, не слушай, что ты поёшь, пой, как ты обычно поёшь». В общем, ничего я не поняла, какое-то это было волшебство с микрофоном, я и до сих пор, если честно, до конца это догоню. В общем, ну ладно, потому что я этим, ну, никогда профессионально не занималась. А потом как-то так вошло, бабушке очень нравилось, что я на гитаре играю, пою, в общем-то, это понятно всё. Дядя тоже мой, дядя Володя мой, он тоже на гитаре, в общем-то, играл, но он никогда не пел. У него не было достаточно слуха, то есть он играть научился, на гитаре играть, а слух он, как бы, да, его, в принципе, можно, говорят, что его можно развить, там я не знаю. Но он играл классно, он всегда играл хорошо, он никогда не пел, он всегда играл, вот, потому что голоса у него не было, то есть он не совсем там попасть там, как папа мой, он там в ноты не мог. Поэтому папа обычно пел, а дядя играл, у них был такой прям дуэт. Дуэт, дуэт, ой. А ещё у нас тоже был потрясающий родственник, он, жалко, тоже рано умер. Я его всего два раза в жизни видела, дядя Витя. Ой, он тоже так классно играл на гитаре и так пел. Я прям, когда его увидела, думаю, господи, где же он был раньше? Я прям в него влюбилась, прям вот удивительно, удивительно. Вообще я хочу сказать, что вот, ну, из песни слов ты не выкинешь, понимаете. Если тебя окружают нормальные, как бы нормальные родня, нормальные родственники, то, в общем-то, наверное, и сам ты, в общем-то, наверное, тоже что-то из себя представляешь, и что-то у тебя, в общем-то, есть. И не надо никогда забывать, что если вам чем-то нравится заниматься, этим надо заниматься. Вот. Ну, вот эту песню он говорил, Роще Золотая, я прям до сих пор. Она такая классная. Это вообще мой любимый поэт, написала Есенина. Ты что? Что вы? Что вы? Что вы? Ну, я, кстати, после того, как бабушка умерла, а потом, когда умер дедушка, я всё меньше и меньше стала брать в руку гитару в руки, потому что я поняла, что я некоторые песни вообще не могу петь по той простой причине, что я, когда их пою, я вспоминаю, как бабушка и дедушка реагировали. То есть у меня тут же всплывает в голове эта картинка дурацкая. Я ничего с собой сделать не могу, я начинаю рыдать просто. Я начинаю рыдать. Я, наверное, поэтому не очень на концерты классической музыки я поэтому не очень люблю ходить, потому что, мне кажется, я там буду вообще сидеть просто. И вообще просто вот сырость разведётся. Вот. Или мне надо туда ходить одной, чтобы меня никто не видел, брать с собой такой, как старой бабушке, такой платочек. Я буду сидеть и рыдать. Вот. Ну, говорят, что с этим можно справиться. Я уж что только не делала. Справиться с этим нельзя. Наверное, чем старше, тем хуже. Вот. Вот так. А у вас как с этим, да? То есть я, например, могу слушать современную музыку там. Разную причём. Разную. Да. Какую разную? Причём чем бум-бум-бум. Чем по бумести, тем получше. Ну, плакать же не надо. Да так как-то. Защитный механизм сразу срабатывает. Вот. Ну, поэтому вот как-то так. Ну, поэтому, милую мою я вам спела. Всем вам желаю, чтобы вы были милыми моими. Девчонки, девчонки, девчонки. Мальчишкам я желаю всё-таки найти свои вторые половины. А если не найти, то хотя бы, в общем-то, в достатке, счастливо прожить эту жизнь. Потому что жизнь у нас одна. И... Да. И жить её надо, в общем, счастливо. Жить надо сегодняшним днём. А всё вот это вот... Нет, ну, человеческие отношения, конечно, да. Я вот иногда думаю, вот у меня была тётя Настя, да, она была детственницей. Она же спокойно прожила без этих... Без мужчин, без никого. Да, интересно. Я про себя думаю. Я бы, наверное, не смогла в монастырь уйти. Нет, ну, она не ушла в монастырь, она жила в миру. А я вот думаю, смогла бы я уйти в монастырь или не смогла. Что-то я тут резко подумала. Думаю, наверное, смогла бы я или не смогла. Наверное, нет. Мужской бы. Девчонки, я шучу. Нет, не дай бог. Мужской монастырь уйти. Это как... Шутка, да, я тебе? Я говорю, твой дом монастырь мужской. В общем, всем я вам желаю быть милыми. Чьими-то не моими, нет? Моими тоже можно. Моими я вас всех люблю. Я вообще людей люблю, ребят. Людей люблю. Просто иногда люди какие-то попадаются вредные. Да. Мне кажется, некоторые не замечают, что они вредные тоже. Может, их жизнь так, я не знаю, поломала или что. Да, ну ладно. Все. Желаю вам быть милыми, любимыми, дорогими. Если не для кого-то, тлет для самих себя. Да. Еще раз всем напоминаю, что любовь начинается... Да. Я в этом уже убедилась, точно. Любовь начинается там, где вы начинаете любить себя. Не надо перебарщивать и перегибать, конечно, палочку. Но любить себя надо. Если вы себя не полюбите, не вспомните, кто вы есть, да, не начнете себя уважать, то вас рано или поздно просто начнут вытирать свои ноги. Залезут на шею, свесят и будут плевать вас на вашу макушку. Поэтому, чтобы этого не происходило, еще раз повторяю. Люби себя... Да. Любимого. Люби себе любимую, и будет все хорошо. Все. До встречи. Пока-пока.